Обнаружена худшая игра во вселенной с бюджетом в 314 миллионов долларов, это больше чем у GTA 5, никакие патчи её не спасут, Cyberpunk 2077 ужасно работает на PS4 и Xbox One. Милое летнее дитя. На такие истеричные посты я натыкаюсь в последнее время очень часто. Я вижу детей, чьей гетеросексуальности угрожают гомосексуальные полигоны. Вижу экстрасенсов, которые по единственному синематику определяют качество будущей игры. Вижу людей, которые ставят десятки гостов с усими не потому, что игра хорошая, а потому что The Last of Us 2 плохая. То, как эти импульсивные визги портят жизнь всем вокруг, говорить не нужно. Теперь, чтобы поделиться в интернете своей адекватной позицией, тебе сначала нужно доказать, что ты не тупой фанатик и оправдаться, что ты не тупой хейтер. В некоторых случаях сказать, что ты не продался. Но я абсолютно рад, что сегодняшние впечатлительные люди, взрывающиеся на любой инфоповод, забыли или не застали того, что было лет 15 назад. В игровой индустрии было сотни проектов, которые сегодня вызывали бы настолько протяжные визги у этих индивидов, что не устали бы визжать. Но при этом, ужасный старт, невыполненные обещания и отвратительное техническое исполнение этих старых игр никак не помешали им стать любимыми, а иногда даже великими. Отчего вчерашним злопыхателям приходилось переобуваться и становиться фанатом, ведь их вдруг стало больше. О таких, найденных худших играх во вселенной и поговорим. Если понравится, то могу выкатить еще больше таких роликов подробней и масштабней. Этот видос можете считать за пробу пера. 100 тысяч лайков и мы с вами договорились, видео будет на ваших экранах. Наука и технологии идут вперед, профессии будущего уже здесь, кто знает, что будет дальше. А чтобы не отставать от семенильных шагов неумолимого прогресса, нужно учиться и познавать что-то новое. А поможет вам с этим Skillbox, онлайн-университет нового поколения, который сфокусирован на актуальных и востребованных профессиях. Весь декабрь ребята проводят бесплатный онлайн-марафон по профессиям будущего. Разработка игр, программирование, дизайн, маркетинг и дизайн среды. Чтобы стать участником марафона, достаточно перейти по ссылке в описании и зарегистрироваться. Ничего платить не нужно, вам расскажут об интернет-трендах, новых профессиях и образовании на основе реальных историй. Вы узнаете все о игровой индустрии в 2021 году, кем быть и как туда попасть. Соберете вместе с экспертами проект на Unreal Engine 4 или же полностью погрузитесь в программирование. А вести все вебинары будут спикеры практики из таких компаний, как Яндекс, Алиэкспресс, Мэйлру, Майкрософт и других гигантов. Ну и куда же без розыгрышей? Вы получите возможность выиграть MacBook Air, iPhone или наушники AirPods. Вперед к знаниям! Ссылка в описании. Ну а теперь достаем пельмени, ведь с вами был Джать, и мы начинаем. Если судить по критериям современных истериков, то худшая игра во вселенной определенно Сталкер. Ваша любимая реклама Маслин собрала в свое время больше граблей, чем сегодняшний Cyberpunk 2077. Там было все. Невыполненные обещания, эти ваши завышенные ожидания, раздутый маркетинг из всех щелей и просто уйма. Уйма и уйма багов и ошибок на релизе, которые были гораздо критичнее, чем в Cyberpunk. Минимум год игроки не могли нормально не то что играть, даже запустить игру. А даже если это удавалось, то ненавистная ошибка с жучком возвращала тебя обратно на рабочий стол. Проблемы с разработкой Сталкер начались с самого начала. JSC World была небольшой украинской командой, которой никто ничего не знал. Даже после успешных казаков, интерес к самой студии был минимален. Побаиваясь, что их новый амбициозный проект постигнет неудача, разработчики из JSC стали делать так, как делали все разработчики из СНГ в начале 2000-х. Стали продавать обещания лучше в мире игры. Они действительно накидали на бумагу вещи, о которых мечтал каждый игрок на земле и выставили это так, будто все это уже в разработке. Огромный мир, который существует сам по себе. NPC, которые могли пройти игру быстрее, чем игрок, тем самым испортив его прохождение. Противники, которые преследовали свои цели и действуют на поле боя непредсказуемо. Шутер нового поколения, где каждая аномалия могла оставить отметины до конца игры. Глобальная карта без разделения на зоны и подзагрузок. Стрельба из двух рук. Сотни второстепенных персонажей с уникальными взаимодействиями. Система жестов, система диалогов, учитывающая расстояние между персонажами, куча мутантов, локаций, оружие и черт знает чего еще. Разработчики хотели создать оверхайп и они, к сожалению, его получили. Они-то надеялись, что одна часть игроков забудет о том, что они там обещали, а другая просто будет помнить, что какая-то клевая игра от украинцев находится в разработке. Но вышло совсем по-другому. Обещания были столь прекрасны, что игроки ловили каждое слово украинских разработчиков и обмусоливали в своих новорожденных фан-сообществах. Это фактически поставило разработчиков в тупик. Теперь они были обязаны сделать игру, которую невозможно сделать даже сейчас. И вот они накидали все обещанные элементы, соединили вместе и поняли, что это просто не работает. Приходилось все переделывать и вырезать кучу контента. А потом, в 2003 году, произошел слив раннего билда игры. Это пытались остановить, но удаляя одну ссылку с форумов, в другом месте появлялось сразу три. Разработчики просто беспомощно наблюдали, как сырая версия их игры разносится по фанатам с бешеной скоростью. На удивление, билд приняли довольно сдержанно, а некоторые даже лестно о нем отзывались. Но дату выхода игры переместили на будущее один раз, потом другой раз, третий раз. И тогда ярые поклонники стали ярыми хейтерами, убежденные в том, что игру ждет феноменальный провал. Они поливали грязью все, что показывали Джей Си, называли их фрунами и даже предателями. Издатель THQ, посмотрев на всю эту ситуацию, понял, что так продолжаться не может. И послал своего человека из Калифорнии в Киев, чтобы он взял проект в свои руки. Человека звали Дин Шарп, и он стал для украинцев ужасным боссом. Он заставлял их работать, выдавал финансирование только после выполненных целей и бил по рукам разработчиков, решавшихся добавить в игру какую-нибудь новую штуку, которая точно все поломает. Дабы игра увидела свет, Шарп также пустил под нож кучу неработающих или недоделанных элементов в виде зомби, транспорта, локаций и прочих штук, обещанных игрокам. И это нужно было сделать. Внутриигровой сон, например, вызывал целый список багов и цепных реакций, которые ломали игру. Поэтому такую незначительную функцию легче было вырезать и забыть, чем сидеть и месяцами ее исправлять. Но как это объяснить игрокам, которые всех этих вырезанных функций ждали? Никак. Поэтому они возненавидели сначала GSC, потом поняли, что виноваты THQ и возненавидели THQ. Шарпу начали прилетать письма с угрозами и обвинениями, а по интернету гуляли обидные картинки с его лицом. По ощущениям к концу разработки, игра была провалом. Разрабатывать сталкер было мучением, а уж что ощущали разработчики после выхода игры, даже представить сложно. Игроки столкнулись с кучей багов, кривой оптимизацией, вылетами, желтым небом, черными экранами, жучками и прочими обидными вещами, решения которых просто не было в интернете. Что было бы с игрой, если бы все повелись на хейт у малешенных неизвестно, но у сталкера были фанаты, которые полюбили игру и хотели сделать ее лучше. Да, они шутили про того самого сталкера, которого так и не получили, но они поддержали разработчиков и вместе с ними сделали сталкер игровым феноменом в СНГ и популяризовали игру на западе. Чтобы сталкер стал стабильным и играбельным, потребовался не один десяток патчей, и те, кто раньше плевался от сталкача, стали его ярыми фанатами. Хотя я вот сталкер до сих пор так и не понял. Другой, не менее любимый миллионами проект Vampire The Masquerade Bloodlines ярко доказывает, как ярость хейтеров бессильна в принципе. Потому что ненавидеть и ругать Vampires на старте было невероятно легко. Это не было даже игрой, это был буквально незаконченный кусок кода с графикой. Игра вылетала, баговала, была короткой и обрезанной, и что самое ужасное, ее невозможно было пройти. Не только дополнительные, но и основные квесты были полны критическими ошибками, которые роняли игру и ставили игрока в тупик, так как желаемое действие просто не запускалось. Это был гигантский провал для разработчиков и стройка геймс. Все было настолько плохо, что через год после выхода Маскарада студию просто-напросто закрыли. И я думаю, что некоторые люди из студии были этому рады, ведь разработка Маскарада была невероятно мучительной. Игру разрабатывало всего 30 человек на незнакомом движке Source без продюсера, но с большими амбициями. В игре были заявлены сотни персонажей, каждому из которых хотели добавить выразительную мимику, на тот момент инновационное новшество в игровой индустрии. Но поскольку работы было много, а людей мало, команда разделилась на небольшие группы, и каждая занималась своими конкретными задачами. Когда Activision все же прислала человека, который следил бы за разработкой, он увидел ужасную картину. Одна группа создала локации объекты, которые не состыковывались со всей остальной игрой. Другие занимались отладкой деталей, которые в игре были не первостепенными, а третьи накидывали наметки мультиплеера. Так что разработчики вроде бы чем-то занимались, но за год так и не смогли создать ничего играбельного и цельного, а сроки выхода постоянно сдвигали. В итоге даже приставленный к команде человек просто не знал, как состыковать все вместе, и боссы Activision пошли на ультиматум. Тройке геймс давалось всего 10 месяцев, после чего они должны были выпустить игру. Это было неожиданным решением, с которым разработчики не могли спорить, и им пришлось работать на износ. От желания добавить в маскарад мультиплеер полностью отказались. Многие сюжетные задания и механики с локациями пришлось выкинуть, и это все только ради того, чтобы банально успеть выкатить технически доделанную игру. Но даже этого не получилось. И это все только ради того, чтобы банально успеть выкатить технически доделанную игру. Но даже этого не получилось. На старте, как я уже говорил, игра была просто непроходима. Добавьте к этому ужасный маркетинг и выход аккурат рядышком с Half-Life 2, Halo 2 и другими громкими проектами. Шансов у маскарада просто не было. Но что забавно, в производственном аду и спешке был один плюс. Сценаристы смогли отлично прописать Малковиан, фракцию вампиров, известных своим безумием. Задача сценаристов была в том, чтобы написать для Малковиан уникальные реплики, приводившие к непредсказуемым последствиям, что дарило игроку чувство сумасшествия и потерю контроля над происходящим. Обычно над такой задачей бились бы годы, но переработки, отсутствие нормального сна и стресс истощили психику сценаристов, поэтому безумные реплики получались сами собой. Но несмотря на это, от маскарада ничего не стали ждать. Игру с горем пополам выпустили и пустили на самотек. И что странно, критики приняли игру очень тепло, увидев за тонны багов и вылета в проработанный мир, интересных персонажей и большую вариативность прохождения, за что сегодня их наверняка обвинили бы в продажности. А вот самим игрокам маскарад был не так интересен, чем Half-Life 2, так что многие просто пропустили вампирские похождения мимо себя. Зато потом произошло странное. Маскарад, несмотря на все свои недочеты, стал собирать все больше и больше людей вокруг себя. Комьюнити маскарада настолько полюбили эту игру, что стали чинить ее своими силами, возвращая вырезанный контент и правя баги. В итоге игроки фиксят Bloodlines уже 15 лет и, видимо, не собираются останавливаться. Последний неофициальный патч 10.8 был выпущен совсем недавно, 27 ноября 2020 года. Сложно представить, что было бы, если бы ВТМБ вышла сегодня. Ее просто бы съели истерики. Хотя мы явно сможем наблюдать за этим явлением с выходом Bloodlines 2, так что ждем цирк с конями и худшую игру во вселенной. Ну и, конечно же, на фоне киберпанка я не могу не вспомнить, как запускался всеми любимый первый Ведьмак, ведь на старте сегодня ее бы назвали самой скучной и отвратительной игрой года. Знаковый для CD Projekt Red проект был далеко не идеальной игрой на старте. Интерфейс и окно алхимии уже по традиции были ужасными и неудобными. Помимо типичных технических огрехов, игра могла вылетать на рабочий стол и показывать тебе ошибку с иероглифами, которая не позволяла понять, что конкретно не так и как это исправить. Загрузки даже малюсенькой локации могли длиться около пяти минут, что сбивало весь ритм игры. Если игра автосохранялась, когда на Геральте висел эффект, не позволяющий ему говорить, например, оглушение, то во всей игре напрочь пропадали диалоги, и ты играл в абсолютной тишине. Но даже если диалоги были, то собеседники просто стояли на месте и никак не двигались, что создавало ощущение разговора со статуями. Ну а знаменитое потекшее лицо Геральта видел, наверное, каждый третий игрок Ведьмака. Несмотря на то, что технически игра была намного лучше, чем, скажем, тот же Маскарад, все же множество обидных мелких багов и общая скупость элементов создавало кучу неприятных и скучных моментов. И что произошло? Поляки вернулись в Мокап Студию, засняли больше 200 анимаций для диалогов, разнообразили вариативность противников, исправили интерфейс, сократили время загрузки на 80%, исправили кучу мелких недочетов и багов и выпустили улучшенные издания. Эта версия Ведьмака была все еще не идеальна. Куча патчей вышла и на улучшенные издания, но все же она ощущалась несравнимо качественнее, чем то, что увидели игроки на старте. Можно, конечно, сказать, что не стоило полякам выпускать сырого и недоделанного Ведьмака, но с другой стороны, создание игр, особенно таких масштабов, это трудоемкий и нервный процесс. За всем просто не уследить. А переносы даты релиза, как мы выяснили, люди любят меньше, чем баги и недоработки. Ну и если вспоминать дальше, то и Ведьмак 2, и Ведьмак 3, и Киберпанк выпускались по одному и тому же сценарию. Старт игры был не очень, зато вот будущее вполне себе прекрасным. Надеюсь, вы поняли, что даже если игра на старте полна багов или недоработок, это не катастрофа. И в тех людей, кто не может увидеть саму игру за плохими текстурами, багами и гомосексуальными персонажами, можно смело кидать валенком. Потрясающая графика и отсутствие ошибок еще не делает игру хорошей, равно как и хорошую игру не испортит никакие недоработки. А какие игры хорошие, а какие плохие, позвольте решать только себе самому. Кто-то может плеваться от Anthem, а для кого-то эта игра открыла путь в игровой мир. Кто-то обожает королевские битвы, а кто-то терпеть их не может. Кто-то ненавидит долгие РПГ, а кого-то тошнит от шутеров. Наслаждайтесь, черт возьми, вспомните, что это такое. Тут есть развлечение для всех. А у меня на этом все. Не забудьте подписаться на канал, оставьте коммент и поставьте лайк. Заскакивайте на пьянке в новомодный дискорд канал и участвуйте в игронеделях в группе ВК. Peace вам, люди. Пока.